Бутник Кирилла Клыбика всегда насыщенный. Молодой человек с активной гражданской позицией старается успеть везде. Казалось бы, все как и у многих. Учеба, работа, семейные хлопоты. Если б не одно но. Вот уже несколько лет молодой человек руководит отрядом волонтеров поисково-спасательного объединения «Ангел». И каждый звонок на его телефон – это, как правило, просьба о помощи. Да, слушаю вас, поисково-отряд «Ангел». Здравствуйте. Это «Ангел», да? Да, 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 слушаю вас. У нас пропал человек. Несколько минут для того, чтобы записать характерные приметы человека, и работа началась. Связываются друг с другом волонтеры по телефону или через социальные сети, где формируются поисковые группы, делится территория для исследования, распределяется радиооборудование. Пропадают женщины, мужчины, люди пожилого возраста, дети. И каждую ситуацию нужно проанализировать, выбрать правильную технологию поиска. Да, в числе следопытов не так много профессионалов. Однако каждым участникам сообщества движет искреннее желание помочь. Кого-то в отряд привел свой жизненный опыт, а кто-то просто не захотел оставаться в стороне от чужого горя. Это люди любого статуса жизненного, скажем так, и бизнесмены, и обычные уборщицы. То есть нету никакого ограничения, даже возрастного. Единственное, что хочется напомнить, что все поиски, которые проводятся за чертой города, выездом в лес, это непосредственно категория 18+. Но есть и подростки, которые активно проводят оклейку ориентировок в городе и информационной поддержкой. Конечно, прежде чем стать полноценным участником поиска, волонтер проходит тщательный инструктаж. Это позволяет молодым людям лучше ориентироваться в пространстве и замечать те тонкости, на которые не обратит внимание новичок. Характерные надломы веток, примяты из травы, учитывая основные особенности местности и ландшафта, следы. Все для того, чтобы сделать поиски более эффективными, чтобы был результат. На поиски мы выходим в основном по экстренному реагированию. То есть бывает такое, что с работы. Берцы у меня всегда в машине. И если человек пропал, и надо искать сию минуту, это может быть пожилая женщина, допустим, которая страдает психическим расстройством, диабетом. То есть медлить никак нельзя. Поэтому реагируем незамедлительно. Это могут быть и в 10 часов поиски, и в 11 вечера, с фонариками, пропажа подростков у нас очень распространена. Часто подростки уходят из дома. На сегодняшний день общество ищет все время взаимовыгоды. У нас часто бывают случаи, когда нам люди даже перед началом поисковых работ звонят и спрашивают, а что нам за это будет, а сколько вы платите. Нам приходится объяснять, что мы добровольный отряд волонтерский, не несем никакой коммерческой цели и преследований. И все это делается за счет волонтеров. Большая часть людей просто хотят какой-то вклад нести, наверное, в общество нашего города и стремятся в целом показать, что есть люди, которым не безразлична судьба других людей, и оказать посильную помощь. Как правило, в начале звонок о пропаже человека поступает в дежурную службу 102. Милиционеры фиксируют звонок и, получив необходимую информацию, начинают поиски. Параллельно с ними работают и волонтеры «Ангела». Ситуаций, когда пропадают люди, довольно много. И чем больше людей будет занято в операции, тем больше шанса найти человека живым и невредимым. Тем быстрее можно наладить взаимодействие. Мы обменяемся с ними информацией. Конечно же, «Ангел» – это любители, ребята, которые помогают действительно открыто, с открытой душой, помогают нам, сотрудникам милиции. Но они не обладают теми специфическими знаниями, которые обладаем мы. У нас есть и техническая возможность, и специальные сотрудники, которые подготовлены, и кинологическая служба. Поэтому мы только с ними работаем по взаимодействию. И такое сотрудничество дает свои плоды. На счету правоохранителей и волонтеров десятки историй со счастливым концом. Сегодня официальная страница сообщества ВКонтакте насчитывает порядка 6 тысяч подписчиков. Это те, кто считает себя причастным к одному большому нужному делу. Да, не всегда бывает просто. Но на то они и ангелы, чтобы дарить надежду и помогать, когда тяжело.